Британская полиция обнаружила флакон с новичком. Это нервно-прилитическое вещество нашли в доме у одного из пострадавших, Чарли Роули. Он по-прежнему находится в больнице, но его состояние уже не столь критично. Все подробности расскажет наш британский Сапкор Светлана Чернецкая. Небольшую бутылку с жидкостью нашли еще в среду. Тут же отправили на анализ в военную лабораторию Порт-эн-Даун. Там подтвердили, содержимое флакона это химическое вещество боевого действия новичок. Это безусловно важный и позитивный сдвиг. Но мы не можем гарантировать, что вещества больше нигде не осталось. Поэтому будем держать оцепление в течение некоторого времени. До сих пор непонятно, как флакон попал в руки Чарли Роули и его подруги Дон Стерджес. По основной версии полиции пара случайно нашла емкость, которую выбросили после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Мы продолжаем работать над этим расследованием в тесном контакте с полицией. И в настоящее время с полицейскими работают 185 военнослужащих. Простая реальность заключается в том, что Россия совершила атаку на британской земле. И это уже привело к смерти одного гражданина Британии. И я думаю, что в этом вопросе мир объединится и осудит действия России. Детективам уже удалось немного пообщаться с Чарли, но он все еще очень слаб. Ему сложно сконцентрироваться и есть проблемы с памятью. О состоянии Роули рассказал его брат Мэтью. Говорит, Чарли очень похудел и не может даже поднять голову с подушки. Мэтью пришлось надеть защитный костюм, чтобы войти в палату. Они разговаривали в присутствии полицейского. Москва же отрицает любую причастность к отравлениям. Из четырех пострадавших от новичка трое выжили. А вот Дон Стерджис скончалась в воскресенье. Полномасштабное расследование продолжается. Полиция просматривает почти полторы тысячи часов видео с камер наблюдения. А также изучает маршрут пары. Ну и это может занять недели и даже месяцы. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.